Всем здрасте. У нас сегодня последний разговор. Последний разговор на тему совместное приложение. Совместная разработка приложения на питоне. Последний в этом семестре, о котором хотелось бы надеяться, а не вообще последний. И у нас так получилось, что в этом семестре было на одну лекцию больше. Я продавил, если вы помните, в середине праздников мы с вами 5 числа. Что тут 23 написано? Сегодня не 23, сегодня, извините, 16 или 15, 16. Мы среди праздников еще одну встречу такую провели. Но эта тема уже точно завершающая, по которой я планирую сделать что-то вроде домашнего задания, но у меня все еще никак это не получается. Вот. А тема про публикацию и continuous integration. Вот. Как обычно, как обычно, как повелось у нас в нашем вот этом курсе, мы впихиваем невпихиваемые, потому что Continuous Integration это целая область, которой можно заниматься и которой можно изучать там не один месяц. И мы с вами увидим, насколько в действительности непростым является управление ICI в том же гитхабе. Там слишком много больших грозди каких-то возможностей, а у нас всего полтора часа на все. Вот. Но, тем не менее, давайте все-таки поговорим немножко, бла-бла, про то, что такое continuous integration. Вот, сходим в Википедию. Вот. В неправильное место, словно Википедия, я сходил. Значит. Вот. Значит. Непрерывная интеграция. Я хотел сделать ссылку на другую, на другую часть, потому что в русской Википедии кто-то такое написал что-то очень-очень частное на предмет того, что такое непрерывная интеграция. Ну да ладно. Значит. Вернем обратно, как было. Continuous integration в действительности это довольно простая штука, которая стоит в том, что вы, когда вы разрабатываете программный проект, вы не слишком долго, вы как программист, вы как разработчик, не слишком долго останавливались бы наедине с собой. Да? То есть вот сидит человек и программирует. А работает ли его программа или не работает, неизвестно. Значит. Понятное дело, что как минимум, мы об этом с вами говорили, как минимум нужно проходить юмид-тесты. Юмид-тесты можно делать просто у себя на машинке, взял, запустил, потестил, посмотрел, что получилось. Вот. Но в действительности, помимо юмид-тестов, еще куча всего, куча всего проверять нужно в том, что вы разрабатываете, даже если вы ничего не релизите. Собираемость. Причем эта собираемость может оказаться неудачным. Он будет не собираться ваше приложение. Ну и ладно. Да? Зато вы будете знать, что вы-то внесли такие правки, которые запрещают, как бы не мешают приложению собраться. Вот. Собираемость, тестовое покрытие, какой-то дипломент того, что вы делаете автоматически куда-то. Короче говоря, вот это все. Кроме того, было бы очень неплохо все вот это. Получить исходный код, собрать, потестировать, потестировать установку, вот это все. Проделать не на той платформе, на которой вы программируете, как программист, а на тех целевых нескольких платформах, на которых ваше приложение должно быть запущено. Вот. И вот эта часть окончательно нас выводит из состояния, когда мы сидим за своим компом и что-то с ним делаем, в состояние, когда мы часть работы делаем на своем компьютере, на котором мы разрабатываем, а другую часть отсылоем куда-то вот в какой-то странный сервер этой самой континуус интеграции, да, и там вот, вот на этом сервере происходит все остальное. Вот. Я уже жаловался на том, что в какой-то момент, в какой-то момент понятие сборка, особенно для языков типа питон, в которых, если вы написали все на питоне, в общем, сборка как таковая не существует, превратилась в понятие типа оркестрации, да, автомейшн, и уехала с локальной машины на платформу, на которой, собственно, происходит CI. Почему? Потому что большая часть того, что мы хотим от CI, на локальной машине, вообще говоря, невоспроизводима. Не сборки под разные платформы, не инсталляции под разные платформы, ну, вот это вот все. Вот. Поэтому зародился совершенно отдельный жанр автоматизации сервер-сайт, когда все происходит абсолютно без вас. Вот. Значит, пионеры в этого дела, ну, хорошо, не пионеры, но люди, которые, организация, которая явно стояла за активным взрывом этой идеи CI, были ребята из компании Travis. Вот. У них, кажется, до сих пор есть бесплатный хостинг для открытых проектов, а может быть, уже и нет, не знаю. В общем, Travis – это прям вот то, на чем все всегда делали, видите. Вот. Все всегда делали свои CI. Ну, когда вот они там. Но, разумеется, платформы типа GitHub и GitLab тоже не остались в долгу. У GitHub есть GitHub Actions, которые про то же самое. Вот. У GitLab есть GitLab CI-CD, который тоже про то же самое. Тут надо сказать, что никакого четкого стандарта нету, а будет даже он и появится, этот стандарт. Это получится какая-то гиперусложненная, абсолютно не пережевываемая, не пережевываемая субстанция. Вот. То есть, в этом самом Continuous Integration особых инвариантов-то нет. То есть, инварианты очень простые. Вот-вот-вот-вот инварианты CI, да, вот только это. Как-то получить исходный код, как-то собрать проект, как-то запустить тесты, что-то там еще получить. Надо сказать, что, как я уже опять-таки жаловался, все эти automation средства представляют собой такие линейные рецепты. И, конечно же, до возможностей инструментов типа Make, до графического, динамического построения графа зависимости, им очень далеко. Вот. Правда, и в Actions уже ввели понятие зависимых заданий, а в GitLab даже придумали инструмент под названием граф зависимости. Вот. Вот кто мне объяснит, почему вот это вот кишечно-полосное изображение является иллюстрацией того, как просто и понятно изобразить зависимости, тот будет молодец. Я ровным счетом не понимаю, что это за внутренности, какого животного изображено здесь. Ну, в общем, это вот так ребята из GitLab видят понятие зависимости между заданиями. Ну, в очередной раз напомню, что в инструментах типа Make мы имеем зависимости между объектами, а в инструментах типа всех этих ся и зависимости между заданиями. Вот. Давайте что-ли посмотрим на примерчик. Я, будучи в состоянии помрачения рассудка, изобрел новую структуру данных. Это такой питоновский дикт, у которого есть теги внезапно. Вот. Вот. Он так и называется. Таги дикт. Или теги дикт. Значит, теги дикт, теги дикт, теги дикт, теги дикт. Вот этот теги дикт в действительности представляет собой... Давайте посмотрим прямо на код. Там ничего интересного нет. Вот. Представляет собой унаследованный от дикта... Это унаследованный от дикта класс, в котором используются такие инструменты, такие инструменты, которых у дикта нету, а именно слайсы. И различные конструкции в этих слайсах возвращают чуть больше, чем то, что делает обычный дикт. Ну, например, это удаление. Сейчас. Вот. Да? Вот. Если вы написали вот так, то он показывает все объекты с таким-то тегом. Если вот так... И тут множество тегов показывает все объекты, которые всеми этими тегами помечены. А если вот так, показывает множество объектов, которые помечены хотя бы... Немножечный итератор из объектов, которые помечены хотя бы одним тегом. Ну, не как бы понятное дело, что там внутри, под капотом, мы просто все из этих тегов делаем frozen set. Этот frozen set является просто индексом словаря. И вот. Ну, в общем, совершенно извращенная фантазия автора этого пакета послужила ему вот такой мотивировкой. Но мы с вами не будем обсуждать, значит, извращенность фантазии автора этого пакета. Мы лучше посмотрим, как это выглядит с точки зрения... Я пользовался в этом проекте GitHub Actions, вот, чтобы, значит, GitHub Actions заработал... Да, значит, еще сразу предупреждаю, GitHub Actions это такая вселенная, бесконечная совершенно. Я сегодня утром пытался что-то прибавить к этому проекту, начал читать документацию. Там по каждому чиху километр документации, потому что каждый чих имеет кучу вариантов использования. И, в общем, в одну лекцию это GitHub Actions уложить практически невозможно совсем. Но поэтому мы скорее будем делать не так. Мы посмотрим на... Посмотрим на конкретный пример и попытаемся как это... Истолковать, что в нем написано. Потому что сначала выучить все возможные ключевые слова, а потом написать конкретный пример. Мы... 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 Ну, это не Unreal, да? Вот главный недостаток рода инструментов, особенно централизованных, типа в GitHub или GitLab, что они бесконечно огромные. Значит, что такое GitHub Action? GitHub Action это YAML файл, написанный на YAML. Вот, я одно время очень любил язык YAML, а потом очень разлюбил его, потому что он слегка неформализованный. Ну, да неважно. Это некоторый файл, написанный на YAML, который описывает, собственно, actions, задачи, которые вы собираетесь запускать на вашем... На вашем... На том самом удаленном CI-сервере. Вот. Значит, здесь описывается, в каких случаях эта задача запускается. Вот. Тут написано, что на любом пуше, как только делается push в ветку мастер, вот, сразу запускается задача. То есть, на каждый ваш push это дело запускается. Можно сделать не так. Можно сделать, чтобы... Соответствующие экшены запускались, например, только если вы пушите туда тег. Или вы, если пушите аннотированный тег. Короче говоря, вот. Но здесь самое простое. На любой push в этот проект запускаются все эти задания. Вот. Эти задания имеют право только на чтение из репозитории. Ничего писать никуда не имеют права. Точнее, не репозитория из того контекста. Вот. А сами задания, ну, оно тут всего одно. Оно называется build. Вот. В действительности можно было сделать несколько заданий. Ну, я вот что-то поленился. То есть, на каждый push запускается задание под названием build. Это задание запускается на некоторой версии, которую GitHub называет Ubuntu Latest. Что это такое, надо смотреть в документации. Потому что, ну, фиг знает, что такое Ubuntu Latest. Вот. И каждое задание состоит из нескольких шагов. Да. Значит, эти шаги могут быть двух видов. Они могут быть видов use или видов run. Виды run, когда вы просто пишете шельные команды, которые выполняются. Команды шельные. Все происходят под управлением, как я уже сказал, Ubuntu Latest. Вот. И вообще, в основном, под Linux, кажется, там мало других вариантов. Вот. Значит. Либо вариантов uses. Uses. Это когда за вас уже написан какой-то рецепт. Какой-то, значит, комплект действий, которые нужно выполнить. Они лежат на том же GitHub'е. Давайте попробуем их. Ну, например, что такое Checkout V3. Да. Прямо поищем. Вот. Они прямо там же лежат. Видите? GitHub Actions Checkout. То есть, вот, код этих Checkout'ов тоже можно посмотреть. Вот. В смысле, этих Action'ов. Такие вот дела. То есть, это тоже, как бы, некий код, который просто подключается. Он стандартный. Предданный. Значит, Actions Checkout означает, что мы скачиваем наш дистрибутив. Наш репозиторий. Дальше. Дальше нам нужно поставить Python. Actions тоже готовый. Setup Python говорит о том, что надо поставить Python. У него есть, у Action'ов есть опции. Например, здесь написано, что надо поставить именно 30-й Python. Никакой иной. Вот. Следующий шаг. Так, это установка нужных мне для сборки и тестирования пакетов. Вот. Тут я, значит, нагодым образом воспользуюсь тем, что у меня есть pipenv. Поэтому я ставлю pip, ставлю pipenv, а потом pipenv говорю, вот, поставь все остальное. Причем поставь прямо в систему. Видите, я не делаю pipenv shell. Я прямо говорю, pipenv, вот, пожалуйста, вот, вот, поставь все. Вот. Это отлично работает. Вот. Дальше там все наши обычные тесты. Flake. Вот. Причем Flake, видите, во-первых, проверка синтаксиса, а во-вторых, на всякий случай информационная проверка комплексити. Видите, exit zero, это значит, что даже если он упадет, то все равно он возвратит в ноль. То бишь, удачно. Дальше докстринги. Дальше, собственно, тест, который в этом проекте написан на p-тесте. Вот. И дальше мы собираем с помощью модуля build пакеты, значит, тестируем сам факт того, что пакеты можно собрать. Вот такая, такой набор шагов для выполнения акций, который здесь называется build, а файл называется test. Ну, не важно. Вот. Что нужно сделать для того, чтобы вся эта петрушка запустилась? Да это достаточно просто запушить что-то. Вот. Ну, например, у нас есть файл read the docs.yml, который, в общем, не нужен. Можно его удалить. И поправить вот здесь вот, написать здесь что-нибудь. Чего тебе не нравится? А, это я понял. У меня тут останки, останки второго питона. И у меня, значит, мой прекрасный синтастик в виме, который проверяет синтаксис, в том числе и markdown, что-то там запустился вторым питоном. Ну, вот так-то лучше, да? Вот, значит, вот у нас есть какое-то простейшее изменение, которое ни на что не влияет. Давайте мы его закоммитим. Давайте мы его закоммитим. Вот. И поскольку, еще раз, давайте посмотрим в наш тот самый, в наш файл, в экшеновский, поскольку этот экшен на каждый пуш дергается, то я вангою, что сейчас мы сделаем пуш, и там запустится, там запустится очередной экшен. Вот я сегодня, видите, готовилась. Давайте сделаем пуш. Шмяк. Вот он. Этот пуш, ну, можно поглядеть, как он работает. Он фактически запускает весь этот скрипт. Да вот. Давай, 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 давай. Что-то он не показывает мне ничего. Ты показывай. А-а-а, sign2vlogs, понятно. Не помню даже. Вот так. О, ну вот, я забыл, я забыл залогиниться. Вот, пока мы тут с вами, пока мы тут с вами разговаривали, весь этот экшен прошел. Значит, вот у нас сетап произошел. Вот произошел чекаут, тот самый встроенный джоб, встроенное задание, которое дитклонит, собственно. Вот, вот произошла установка питона, вот, вот, это мой уже скрипт, который называется install dependencies, который установил pip, установил этот самый, запустил pipenv, pipenv, установил все остальное. Дальше пошли линтеры, оба закончились, оба закончились с нулевым, да, дальше пошел док-тест, дальше пошел птест, который вон прошел кучу этих самых тестов. И дальше, собственно, запустился build packages, и мы потестировали сборку пакета. Вот такая вот, вот такая вот, вот такая вот ерунда. Дальше тут пост, 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 в общем, вот, вот, значит, обращаю ваше внимание на то, что этот самый тегедикт у нас по тому, по тому, какие теги у нас есть в репозитории. Сейчас, а почему он, почему он с той стороны... сейчас секунду а понятно вот значит непонятно ну ладно мне не нравится что здесь нет тага в 2 похоже я удалил удалил пункт публикации вот это отстой ну ладно если нам хватит до конца лекции время я попробую попробую восстановить пункт публикации релизов то нет а вот так 002 должен был приехать но он почему-то не приехал хорошо хорошо а значит давайте пока тут вот давайте посмотрим как это было тому должен был должен был ладно все не будем пока это делать не работает и не работает значит вот главное что мы сейчас должны были увидеть что пару по очередному пушу у нас произошел вот 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 обработка вот этого задания это задание вот там блок она красиво значит отработал нет не здесь вот здесь вот она красиво дача там было единственное задание под названием билд это задание отработала напомню напомню как вот сейчас секунду я просто гляну это файл этот тест это тоже тест непонятно ну ладно значит хватит время в конце в конце этого разговора мы с вами вернемся к публикации релизов значит есть так в минус 0 0 0 2 0 значит да собственно чего я сейчас не показал что у меня почему-то не заработал видимо что-то удалил пока лекция готовился и это как в результате такого такой сборки образуются так называемые артефакты ну в первую очередь артефакты это торбола с архивами отчет и вот это все и как потом эти артефакты забирать но мы наверное не будем уж так сильно в это упарываться заморачиваться ну потому что иначе у нас время не хватит на обратите внимание вот на что обратите внимание на вот такие бэйджики вот есть бэйджик бэйджик под названием питом 3 паст есть бэйджик под названием dog спас бэйджик эти это просто просто такие вот ссылочки и вот которые показывают на результат на специальный генери генерат там внутри площадки на гитхабе с результатами соответствующей сборки в данном случае это результаты именно нашего в наших прохождение прохождение заданий которые описаны в тест и мыли который мы только что смотрели вот по результатам прохождения этого задания вот в таком месте генерируется бэйджик прошло это задание не прошло вот кстати можно сделать по аналог по аналоге здесь сейчас секунду и вот здесь сделать ссылку ссылку сделать на что на очередное задание сейчас секунду а у кресть статус быть в вот этот был бы джек неправильно я его создал вручную а вот этот бэйджик правильно мы сейчас его сюда поставим по шикарняк вот давайте еще раз вот вот сейчас снова запускается этот экшен ну-ка вот он да мы перебили только что комит снова запустился экшен а мы пока значит смотрим что там бэйджики показывают бэйджики в красоте вот значит еще раз бэджик это просто и своего гашечка сгенерированные результатами вашего по результатам вашего теста и это сгенерирование своего гашечка лежит в каталоге с публика опубликованными результатами и и если у вас этот автоматический тест не пройдет этот бэйджик пожелтеет покраснеет вот это все мне тут димка димка спрашивать если на гитхабе какие-то ограничения по выполнению билд тестов по времени памяти наверняка есть и вообще там все с этим довольно сложно дело в том что пару лет назад кажется примерно пару лет назад открыли для себя гитхаб и вообще всякие такие сия и открыли для себя майнеры и стали вместо тестов всякие майн скрипты туда засовывать вот вместо себя и и платформы крупные вынуждены были бороться с майнерами а мелкие платформы просто сделали мы просто сделали себя и платным потому что и другого способа не увидели ну вот так что наверняка есть какие-то ограничения но они наверно какие-то хитрые надо почитать есть такие ограничения ну вот значит тем временем у нас я думаю экшен нас прошел все хорошо вот так значит напоминаю что гид дискрайп опишивает нам состояние репозитория относительно последнего ближайшего аннотированного тега ближайший аннотированный тег был версия 002 вот плюс один комит и вот комит айди этого последнего комита давайте мы что ли удалим этот тег а и давайте сделаем просто в 03 минус аннотированный сообщением неохота на гитхабе публиковать такое тупое сообщение ну да ладно а обратите внимание что когда я сказал push минус минус текс у меня поехали на туда на площадку теги и вот теперь вот теперь да вот они четыре тега вот и поскольку я сделал get push я вангую что там и action запустил соответствующий а action не запустился потому что мы ничего не изменили вот мы запушили только теги ну вот вот такая значит картина с простейшим простейшим сяги вот таких action of можно дать на делать кучу они могут делать разные вещи они могут собирать ваши пакеты в разных окружениях ну в общем много чего могут делать давайте попробуем опубликовать наш пакет в сборнике пакетов пупи правда мы будем это делать не на пупи потому что я опасаюсь пропалить ключик или что-нибудь такое вот она тестовом репозитории который называется тест пупи и отличается от обычного пупи только тем что то что там вы публикуете она живет недолго или не обязательно там живет никуда никому не видно кроме вас ну короче говоря специальный такой вот тестировочный пупи на котором вы можете упражняться абсолютно невозбранно публиковать там любой кринж вот это вот значит в действительности вполне достаточно для того чтобы опубликовать свой пакет на пупи в действительности достаточно вот в этой методички простейший вот причем все все что мы большую часть того что в ней написано мы уже сделали вот прожиг том ли у нас уже есть вот со всякими описаниями вот да с людьми у нас уже есть все у нас уже есть вот а значит чё нам нужно сделать это нам нужно зайти на тест пупи вот залогиниться мне нужно там вот и создать проект значит хочу сразу сказать что в публикации пакетов есть довольно слов строгие правила вот например вы не можете выкладывать из-под своего аккаунта один и тот же файл со файл с одним и тем же именем несколько раз даже если вы удалили этот файл даже если вы удалили весь проект из в рамках которого выкладывался этот файл нельзя то есть если вы выкладываете какой-то релиз вашего вашего проекта обязательно увеличивайте версию вот иначе работать не будет такая вот забавная такая вот забавная фишка предназначена чтобы бардака не разводить поэтому я с вашего позволения не буду удалять не буду удалять вот этот проект где же а вот они она в конце просто открывается не буду удалять этот самый тагин дикт его надо просто завести вот да вот и все значит что еще нужно сделать нужно получить доступ к купе вот доступ получается путем выдачи ну там надо зарегистрироваться естественно вот доступ к пипу к пипе получается путем выдачи так называемых happy talking api talking и это такой фактически пароль на самом деле вот просто он может участвовать в двух факторах авторизации большой сложный пароль который вам не надо вводить руками потому что он здоровенный и вот и когда вы будете публиковать да и в этом пароле вот в этом токене запрятан на самом деле все в том числе и ваши собственные креденшалы и ну короче говоря вот такой уникальность таких токенов можно наплодить много например на каждый проект отдельный токен или один большой токен на все проекты и так дальше вот да и давайте посмотрим методичку когда мы будем публиковать мы вместо пароля введем волшебное слово бла-бла токен бла-бла вместо имени пользователя а вместо пароль надо будет ввести этот самый токен вот поскольку у таким здоровенный рекомендуется его сложить в вот сюда вот файл под названием папирцы вас здесь надо написать тест папе потому что мы в тестовой репозиторий публикуем здесь написать юзернейм токен а здесь вот этот самый длинный длинный токен он будет выглядеть достаточно развесистой где-то тут мы сейчас его увидим нет это мой собственный токен ну короче не буду вам показывать свой токен хотя он и тестовый но это две строчки две строчки каких-то символов в общем это такой вот пароль ну вот значит после создания вот этого файла папирцы у меня он есть да вот такого вот вот такого файла папирцы вот мы можем приступать публикации публикации является запуск специального модуля который называется двайн который умеет только только кто и умеет делать что проверять проверять и публиковать давайте посмотрим вот у него есть у него есть всего три версия плод регистры чек регистр это регистрация на пупе мы не будем это делать может зарегистрировались заранее вот чек это если мы скажем если мы сейчас создадим пакета ну я если вы помните они не помните я для этого проекта таки дикт воспользоваться тем фактом что у нас есть этот самый у нас есть на сфинксе написанная документация и поэтому у нас есть мэйк файл я этот мэйк файл чуть подредактировал вот носовал туда что полагается в мэйк файле там проверку стиля тест ковередж вот и в частности мэйк подж запускает python минус мбил ну так вот публикация публикация паблиш это всего лишь сначала удаление всего всех генератов потом создание пакетов 2 вот они да ой вот этого результатом их предыдущих экспериментов с предыдущим тагом как видите вот значит да вот публикация это всего лишь создать создание пакетов вот здесь вот 2 а именно колеса и пакет с исходниками а именно и то и другое это и другое надо публиковать на пупи да а дальше вызов облом все да тот факт что вы получили токен что вы зарегистрировали проект и на этом самом на на пупи и что вы его туда и что в этот токен предъявляете достаточно для того чтобы что-то что-то туда публиковать еще раз напоминаю что поскольку у меня уже есть уже есть выложенные файлы в этом самом вот этом таги дикте версии 002 то больше больше файл под названием таги дикт 002 на публикатор выложить не удастся надо поднимать номер версии номер версии я поднял вот как я поднял номер версии мы сейчас об этом чуть позже поговорим а поначалу давайте все-таки попробуем публиковать значит make ну он удалил эти файлы сейчас он за своих заново соберет и запустит запустит этот самый запустит твой вот аплодинг вот он их оба запихал напоминаю что команда выглядела вот так просто все что в диск лежит запихать на вот давайте посмотрим тогда вот он релиз значит состоящий из одного колеса и одного исходника вот его можно установить прямо сейчас смотрите вот когда мы заходим вот тут вот прям написано вот как это делать давайте это сделаем что-нибудь такое мкадир тмп теперь зачем нам пикен пальцем 3 минусе ангел делаем виртуальное окружение чтобы не ставить это все базовый в текущий каталог вот ну и давайте пипон стал так и дикт вот пожалуйста вот он ой 02 почему не 03 у нас есть 03 уже а потому что он закэшированный а я ему сказал поставь пожалуйста больше чем 002 он сказал ну ладно пойдем 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 к самому в тест пупы поищем там 002 больше чем 002 там есть 003 поставим 003 поставили вот он стоит установлены оттуда все как у людей такие вот дела а значит а это лицензии его все 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 четко вот вот пакет который мы только что опубликовали точно так же ваш пакет публикуется на настоящем пупы вот я использовал тестовый только ради того чтобы потренироваться и вам рекомендую сначала потренироваться а потом уже потом уже значит вот теперь давайте посмотрим что я сделал с версией потому что она как-то не чувствительно зависела вот тега вообще проблема версионирования до конца в пакетах на питоне не решена в чем идея посмотрите давайте посмотрим ну например давайте например посмотрим как в нашем как в нашем проекте который на 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 семестровый проект как в нем решена эта задача версионирование а никак не решена вот у нас есть версия которую мы прямо вписываем ручками в по проектом и все остальные кому нужна будет версия вот все остальные канал кому какому нужна будет версия они просто они просто вынуждены будут ходить в этот по проектом и я даже кажется где-то эту штуку использовал не помню где вот я в дуэте использовал а нет версия в доме в дуэте так и не так и не не догадался менять ну ладно короче говоря проблема состоит в том что версию вы указываете в нескольких местах вот например когда вы публикуете публикуете проект в гитхабе версия это ваш тег когда вы публикуете проект еще где-то версия это то что написано вот здесь вот да вот 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 тут вот вот это вот версия вот она в общем надо это как-то из одного источника создавать так вот в тагедикте я решил эту задачу в принципе и за нас уже решили но за решили ее мы кажется на этот счет говорили несколько опасным способом дело в том что был бы project умель считается полностью декларативным файлом в котором безопасно писать что угодно потому что это просто какие-то славину какие-то ключевые слова эти ключевые слова будут как-то интерпретированы соответствующим инсталлятором в общем не принято не нанося вред системе однако с недавнего пор появилась такая штука в по проектом ли который называется динамик метадат динамик метадата устроен таким образом что вы дергаете соответствующий модуль например вот такой и говорите что версия это атрибут пакета то есть для этого нужно заимпортить пакет чтобы вычислить версию или например значит там ридми это файл хотя и так может быть файл не знает а ридми это файл который заранее будет сгенерирован его нету еще он должен быть сгенерирован и поэтому динамически ну вот не очень приятная штука импортировать пакет ради того чтобы вычленить оттуда версию потому что мало ли что произойдет по импорте пакет вот эту проблему очень давно решали проблему синхронизации номеров версии которые в разных местах указываются очень давно решали разными способами вот вот такой краткий обзор того каким какими с помощью каких модулей все вот это все вот это могло решаться вот я остановился на пакете который называется stoptut git versioning вот во первых он самый свеженький вот во вторых для того чтобы им воспользоваться не нужно в общем ничего ну реально смотрите вы просто говорить что у вас версия динамическая говорите что у вас используется в качестве сборочных зависимости сетап тулский твердинг и пишите вот такой вот такую такую клаузу в проектом ли что гитвершник разрешен дальше вы просто потому факту что у вас есть цирк под названием в сколько-то там вот по тому факту что у вас есть аннотированный так во сколько-то там и гид дискрайп нам говорит что у вас действительно ваш текущий это версия 003 вот логика этого пакета давайте мы еще посмотрим еще раз логика этого пакета вот этого сетап тулский твердинг приводит к тому что он за вас решает что версия давайте попробуем вот он за вас решает что версия 003 отбрасывает самые в вот и ее используют для оформления дистрибутивов вот вот этих вот вот сравнительно безопасный способ не требующий импорта ничего но требующий запуска вот этого 100 плюс гитвершник который что-то там делает вот но такие дела значит довольно часто используемый модуль setup tools scm тоже достаточно достаточно свеженький вот ну короче вариантов много да никакого стандарта на этот счет не никакого стандарта на этот счет пока что не придумано я взял первый попавшийся ведь он нам и это что касаемо что касаемо публикации на пай-пай как видите вот да хочу сразу сказать что workflow более жесткие такие настоящие программистки например такой workflow который подразумевает система poetry а систем по этой системы ведения проектов все такой комбайн вот да так вот значит в поэтре есть свои собственные дисциплина вешанинга она вполне приемлемая вот прежде чем перейти к последней теме она действительно последним как-то очень быстро совсем справились с вами прежде чем перейти последней теме давайте вспомним почему в версиях 3 версиях 3 числа это не просто историческая традиция мы с вами мы с вами это видели в прошлом семестре на курсе разработки под linux где в кажется в автотурсах короче в каком в каком-то автокрепе объясняли почему что такое версия значит версии бывают major number minor и subminor вот и менять эти части числа согласно этому фэншую нужно следующим образом если вы изменили api вашей библиотеки то есть если люди которые пользуются вашим проектом например написали библиотеку да вот как я написал библиотеку если не дай бог я в ней изменю api то есть вот другие параметры тут будут да другие будут распознаваться в общем api или семантику внутри те же самые параметры но работает по-другому и или параметры другого типа должны быть ну и так далее надо менять мажорную версию смена мажорной версии в этой дисциплине означает что модулем версии n-1 если ваша программа пользуется модулем версия 1 скорее всего есть шанс что она не сможет воспользоваться модулем версии n потому что в нем изменился api если вы только расширили api например добавили какую-то функциональность но при этом все старые программы которые пользуются старой версии api полностью совместимы с новой тогда надо менять субмажорную версию 20 и наконец если вы внесли изменения которые не влияют на api и все программы будут будут работать также как и раньше тогда надо менять минорную версию третье число вот к сожалению этой дисциплины не пользуются ну очень много кто не пользуется да люди в общем совершенно от балды меняют эти номера но вот дисциплина такая да значит нет обратной совместимости api меняем мажорную версию изменилась api но обратной совместимости есть меняем минорную версию смысле субмажорную нету изменений в api меняем минорную версию вот такие дела что там пачлевые всякие но это уже не интересно вот что мы с вами сделали мы научились научились совсем-совсем да потрогали одним пальцем как запускать экшен на гитхабе да на самом деле на гитхабе экшены можно гораздо более развесистым путем делать они могут например экшены гитхабе может публиковать ваши пакеты в пупы правдой тогда ему экшен на гитхабе надо скормить и в определенное место положить тот самый закрытый ключ который он не показывает да вот тот самый токи и это проблема если в этот токен пропалите если вы его положите случайно в свой репозиторий например то все любой человек который посмотрит ваши репозитории сможет от вашего имени что-нибудь такое публиковать интересно вот поэтому я даже даже в принципе этого не делал здесь на лекции чтобы самому не попасть на эту удочку и вас вам не упрощать жизнь да значит к если вы задумаетесь об автоматической публикации с помощью экшенов на гитхабе или на гитлабе где угодно внимательно прочитайте документацию о том как ключи токены прятать не пропалить значит осталось 1 1 пункт похоже один пункт это как опубликовать документацию скажу сразу у меня есть документация вот вот видите вот здесь вот еще надо как-то как бы мне здесь получить версию ну хорошо будем считать что эта версия документации они версия что документация к 001 ничего там не изменилось поэтому включен авто док какая-то хрень классическая тема включена вот ну в общем все все достаточно просто в этом конкурсе у нас есть документация эту документацию даже можно сгенерировать вот давайте мы ее посмотрим эту документацию вот где-то тут она в сердце должна у меня лежать а вот она вполне себе такая документация у нас даже есть какое-то описание какие-то значит индексы вот ну в общем в общем вот help какой-то ну короче документация документация вот так вот если в вашем проекте тупо просто есть документация которая тупо генерится сфинкса этого достаточно чтобы ее опубликовать на риды dogs все больше ничего не нужно вот давайте посмотрим на методичку вот ну тут она даже все да она даже более больше описывать случаев чем то что нам нужно короче говоря заходим на риды dogs его вот логинемся туда нет логинемся например с помощью гитхаба вот я залогинился с помощью гитхаба и можно взять просто тупо тупо любой проект за импортить и опубликовать сейчас я попробую это сделать тут к сожалению уже есть проекты которые которые опубликованы давайте вот зайдем на таги дикт чем как-то поджиг с 1 такс это теги смысле не такие сейчас я посмотрю бьется обратите внимание на то что вот этот проект таги дикт он вообще риды dogs отслеживает отслеживает все коммиты вот мы с вами тут несколько несколько минут на полчаса назад делали коммиты он их все отследил и сгенерил новую документацию давайте давайте мы сейчас на нее посмотрим эту документацию не сюда да вот она вот оба видите да вот давайте мы только посмотрим как это с нуля делается то что то я с конца начал это неправильно наверное мне не жалко удалить весь проект тебя дать посмотрим делит project делит forever все умерли вот говорим импорта project а он говорит поскольку вы залогинились гитхабом я вообще знаю какие у вас есть проекты вот они это ваши проекты на гитхабе давайте какой-нибудь опор сетт вот проекта гитдикт давайте его и добавим он называется таги дикт вот его все next вот быть быть пока никакой вот вот мы зарегистрировали этот проект можно вручную сказать билд вот и он сейчас будет видите количество билдов на лиды доксе ограничено вот так что через пять минут он только запустится но мы через пять минут как мы вернемся вы увидите что собственно все 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 уже проделано до сам факт импорта проекта привел к тому что он опубликовался на самом деле давайте пока он тут нам ждет мы посмотрим на другие проекты на самом деле вы можете вы можете зарегистрировать даже проект который вообще не имеет никакого отношения к гитхабу вот например вот это проект это наш тестовый наш на 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 семестровый проект который сорс на сорс хате вот тем не менее он тоже это умеет делать вот python прожеком печь отсутствует ну короче вот вот так мало там пока пока смотрит все да значит как уже было сказано мы с вами это видели значит по появлению нового тега внезапно read the docs реагирует на это тем что пересобирает вашу документацию с каждым новым тегом вот в принципе никто не мешает все тоже последовательность действия вам втащить в любой ся и да в гитхаб экшенах тоже отлично работает вот хотя как видите сейчас мы через пять минут увидим через три минуты увидим что он и сам умеет это делать давайте посмотрим стать какие здесь был убил ци вот тут кстати как я понял вот все работа да а значит вот этот вебхук это и есть то что да ну ладно значит пока она там думает хотя в общем это собственно все о давайте пока она там думает поглядим вот сюда значит обратите внимание на то что реды docs устроен таким образом что он вообще от вас ничего не требует то есть вы говорите вон проект собери с него документацию работы окружение внутри которого вы собираете эту документацию она вообще говоря можно его кое-как задавать это файл под названием . реды docs . ямль и вы можете указать например какую систему ставить какие за счетом какие конкретные пакеты ставить вот но что доставить питон и так далее но как мы с вами помним вообще сборка документации с помощью сфинкса это такое минное поле потому что сфинкс же импортирует все-все-все модуль именно импортирует если у вас там в эксплуатационных зависимостях есть что-то такое достаточно развесистый требующий настройки сфинкс может и обвалиться и я как раз хотел привести пример как ребята из пымунка об и мунг это питоне а баска вокруг вокруг чип мунг кажется короче вокруг движка с real physics игрового вот и как вы понимаете в real physics много всякого сишной зависимости короче говоря не факт что все что мы импортируем попытаем пытаемся импортировать из пымунка действительно заработает и вот ребята из пымунка прямо в конфиг пыль от сфинкса это сфинкс вы конфиг конфиг вставили мокер и вот то есть чтобы сфинкс при попытке проимпортировать кое какие штуки не мучился а вместо этого значит дергал мокер и вот довольно забавный довольно забавный код который с одной стороны является конфигом конфигом к сфинксу но поскольку он написан на питоне то вот этот импорт пумунг и все остальное до да приводит к тому что вернее вот в заранее при прийти вот заранее приделанные мокеры приводит к тому что вот такие вот вот такие импорты не обрабатываются вот ну потому что смотрите там от плакали какой-нибудь погиб какой-нибудь понятное дело что их не надо импортировать при сборке документации такое такое дело до после чего все это счастлива едет на ринзы dogs ринзы dogs разумеется все это тоже читает и И генерирует отличную документацию, которая вполне себе не вижу, кстати, насчет RedDocs. Может быть, он... Да нет, вот, пожалуйста. Сейчас попробую найти эту документацию по Pumonco. Уйди отсюда. А, может быть, отсюда можно сходить. Более того, это и есть RedDocs. Если внимательно посмотреть, эта документация в RedDocs. Ну вот, короче, значит, как у нас там дела с этим самым? Не, не хочет. Ну, кстати, а вот документация тем временем, тем временем, семь минут назад сгенерировалась по этому самому, по TagDict. Так что мы можем ее даже посмотреть. Вот это уже свежая документация, которую только что мы сгенерировали. Вот она, семь минут назад она ее... По наличию тега она ее сделала. Ну вот, такие дела. Значит, здесь написано 001, потому что мы помним, так написано в... в config.py, вот, config.py. Ну, в общем, вот. Так, так, так. Это мы сказали, это я сказал. RedDocs. Вот, то есть, как бы, публикация на GitHub с запуском CI, какого-то зачаточного публикация на PP и публикация на RedDocs. Все. На этом, видимо, заканчиваются те темы, которые я хотел рассказать в этом семестре. По крайней мере, которые я ощущал, что могу рассказать в этом семестре. И у нас с вами, собственно, остается только защита, защита семестрового проекта для тех, кто его защищает. Вот. Сейчас немножечко я посмотрю, где... Вот, вот она. Да, напоминаю, что защита проекта это такой разговор с, возможно, одним человеком, с лидом, а, возможно, со всей командой на шесть тем. Вот, шесть пунктов. Совместное участие, флейк по DocStyle, тесты, документация, локализация и автоматическая сборка и дипломент. Вот. Значит, из этих шести пунктов каждый из них оценивается в один балл. Вам нужно набрать 5 баллов на отлично. Вот. Соответственно, да, я могу начать придираться, говорить, что вот этот пункт у вас не полный. Скажем, там полбалла, ну так дальше. Вот. Сегодняшняя часть публикации не входит в отчетность, хотя, наверное, стоит сделать. Вот. Ну, вот не входит в этом году. На этом, собственно, значит, что я хочу сказать в качестве, так сказать, в качестве последнего слова. Мы с вами принципиально не занимались разработкой приложений на Python. Вот что мы не делали? Мы не занимались разработкой приложений в том смысле, что мы не ставили какой-нибудь страшный DE, типа P-Charm, не осваивали какие-то жуткие фреймворки. Или не жуткие, но фреймворки, да, типа кого-нибудь Flasko, не знаю, вот этого всего. Или фреймворки для всякой математики, да, для дата-анализа и так далее. Наша идея, идея этого семестра была в том, чтобы научиться создавать минимальную приложеньку на Python. Или минимальный модуль, да, даже не столько приложений, сколько модуль на Python, которым могут воспользоваться другие люди после того, как вы его опубликуете. Вот. Имейте в виду, что такой способ разработки, особенно когда проект, который вы делаете, не является таким, ну, что ли, супер окупаемым. Такой способ разработки, когда вы часто хорошо подготавливаете документацию, часто ее публикуете, часто релизитесь, может привлечь к вам товарищей по работе со всего мира. Вот. Я лично участвую таким образом в виде мелких патчей и всяких предложений. Я участвую в многочисленных проектах, ну, потому что я чем-то воспользовался, увидел там багу, пофиксил багу, отправил, значит, человеку межреквест. Да? Вот. Пока вы где-то у себя на компе вот это самое приложение разрабатываете, никто вам не поможет. Вообще никто. И то, что вы делаете, останется самодельным проектом со всеми пирожками. Да? Как только вы организовали внутри своего проекта некоторую дисциплина разработки и дошли до публикации, и эта публикация достаточно внятная, чтобы люди поняли, чего вы делаете, да? Будьте готовы к тому, что у вас появятся коллеги и вы будете не один на этом проекте, и вам будет удобно им пользоваться. Вот такие дела. Значит, на этом вся наша питонная серия заканчивается. Я не придумал, что еще можно рассказать про питончик из того, что я лично сам умею и к чему у меня руки лежат. И вот. Поэтому, если есть какие-то вопросы по сегодняшней теме, задавайте их в YouTube. Вот. Я тем временем посмотрю, чего я забыл, но вроде бы я ничего не забыл. Ничего не забыл. Вот. Вопросов в YouTube нету. Тогда всем спасибо. Это была последняя лекция этого семестра. Мы с вами прощаемся, как мне хотелось бы надеяться, до сентября месяца, где у нас будут возможно те же самые, а возможно и какие-нибудь новые лекции, новые темы. Ну, потому что мне надоело уже все старые читать. Вот. Хотя питончиков следующего года естественно начальный никто не отменяет. Вот. Значит, так что до встречи в эфире. Вот. И удачи вам в ближайшие там три с половиной месяца.